Здравствуйте дорогие друзья! С вами как всегда Артём Ющенко и в этом видео мы с вами посмотрим обзор материнской платы от компании Gigabyte от Z68A-D3H-B3. Если вы пороетесь у меня в записях на канале YouTube, то вы уже наверное, если постоянно следите, помните, что я делал как-то обзор, правда, краткий беглый материнской платы GA-P67DS3-B3. То есть там у нас был чипсет P67, а здесь у нас Z68. Та же самая платформа Intel 1155. Вот так выглядит коробка, соответственно. Что здесь у нас есть? Вот так красиво сделано. Поддержка Touch BIOS. Это новая такая технология от компании Gigabyte и в графическом плане, и в плане работы самой BIOS-системы. Соответственно, наверху мы увидим надпись Unlocked Performance. Это значит, что поддерживаются процессоры с суффиксом K, с разблокированным множителем, что позволяет повышать частот. Различные технологии, такие как Ultra Cool, Ultra Durable, Ultra Power Efficient и Ultra Performance. Так, название самой модели. Соответственно, здесь поддерживается у нас USB 3.0, SATA 3.0, Ultra Durable есть, японские конденсаторы, MOSFET и так далее. Все как положено. Также поддерживается технология Virtu, которая позволяет у нас использовать встроенное графическое ядро. А как вы знаете, в процессоры 1155, четырехъядерные в частности, например, там встроено графическое ядро. Его можно использовать совместно с внешним дискретным ускорителем, то есть отдельной видеокартой для вывода изображения и так далее. Так, давайте посмотрим, что у нас на обратной стороне, что здесь пишут. Здесь у нас знаменитая серия 333, то есть у нас здесь USB 3.0, SATA и так далее. Итак, следующее, что у нас здесь есть, это поддержка HDMI вывода, далее DVI-порт, встроенный контроллер, это уже в процессоре, соответственно, реализуется, поддерживает DirectX 10.1. Далее, ускорение жесткого диска с помощью одной очень интересной технологии от Intel. Так, она называется, вот здесь вот она, кстати, написана, SSD-like system. И показывается здесь некий график, если используется специальная технология Intel Smart Response Technology. Для этого вам нужен внешний SSD-диск, то есть флешевский. Далее, поддержка Crossfire X и, на самом деле, еще и NVIDIA SLI. Почему-то значка нет, на самой плате, на самом деле, он существует. Далее, поддержка носителей жестких дисков более 3 терабайт. Новый кодек звука, который выводит, соответственно, 108 дБ. И совместим с Blu-ray дисками. Далее, сама материнская плата нарисована у нас. Поддержка, соответственно, процессоров Intel Core и второго поколения, и чипсет Z68. Так, давайте посмотрим, что внутри непосредственно. Открываем коробочку. Здесь у нас поставка. Здесь некоторые запчасти не отсюда лежат, это лишнее уберем. Так, вот вроде бы все от материнки осталось. Так, конкретно, что сейчас здесь лежит. Это у нас инструкция по технологии Intel Smart Response Technology, которая ускоряет чтение жестких дисков посредством использования SSD. Сама инструкция. Так выглядит SATA кабели 4 штуки. Мостик SLI сразу в комплекте. Далее драйвера. Такой диск. Стикер Gigabyte. Еще одна инструкция. И так выглядит заглушка на корпус. Далее еще вот такая вот бумажка какая-то здесь. Тоже так же со схемой, блок-схемой. Потом, как правильно устанавливать процессор, чем он отличается от 1156. То есть, как правильно ставить. Вот, собственно, и все. Такой комплект поставки. Средненький. Плата стоит 5000 рублей. В среднем. Вот как она сама выглядит. Вот таким образом. Здесь 3 PCI порта, поддержка SLI. Ну и об этом нам сообщают. Вот, логотип NVIDIA SLI и AT Crossfire X. Соответственно, 4 порта под DDR3 память. Порт для подключения питания к материнской плате. Далее, для подключения питания к процессору. Следующее, что мы здесь можем увидеть, это раз, два, три, четыре, пять, шесть SATA, соответственно, входов. Внизу у нас вывод USB. Их тут достаточно много. Раз, два, три, четыре. Восемь USB можно вывести на внешние какие-то стороны корпуса, например. Повернем давайте сюда. Здесь у нас не так много USB портов, но все-таки очень интересно. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть USB портов. Вход для мышки клавиатуры. Далее. DVI и VGA порты для вывода изображения, если вы не используете внешнюю карту. HDMI порт с закрытой заглушкой также. Оптический выход, USB, гигабитный интернет и вывод звука, соответственно, колонки, микрофон и линейный вход. Вот так вот все это выглядит. Внизу на чипсете установлен радиатор. И здесь на амосфетах питания также радиатор установлен. Сам разъем прикрыт заглушкой. Ну, это стандартно. Вот так вот все это выглядит у нас. Довольно-таки интересно. Что еще хочется здесь отметить? Ну, еще покажу память. Это память от компании Corsair. Вот так вот она выглядит. VELGENSE, если я правильно читаю. Соответственно, DDR3. Давайте поближе покажу. 8 гигабайт, комплект 2х4, 1600 МГц. Питание 1,5 Вольта и тайминги 999-24. Два таких модуля в сумме нам дает 8 гигабайт DDR3. И кулер. Вот такая башенка. Сейчас покажу, чтобы вам лучше было видно. Вот так вот он выглядит. Это компания Zalman. Называется этот кулер Performa 10X. Здесь очень интересная такая особенность. У него 4 пин подключения. То есть, его обороты регулируются от материнской платы. Но здесь еще второй разъем. К нему подключен через переменный резистор. Для того, чтобы кулер работал на каких-то минимальных оборотах. То есть, вот так вот интересно сделано. Можно это отключить. Подключить напрямую через 4 пин. И мы также будем иметь возможность регулировать обороты с материнской платы. То есть, посредством BIOS. Ну, как я еще и сказал, на самой материнке это поддержка USB 3.0 и SATA 6 гигабит. То есть, сюда вы можете подключать самые новые современные устройства. Никаких проблем не будет. Наверху еще 4-контактный порт для подключения вентилятора. Внизу еще один такой же. Он также регулируемый. Далее 3-контактный. И здесь вот еще 3-контактный наверху находится. Вот, в принципе, и все. Потом, позже, я думаю, уже покажу готовую собранную систему. Покажу тесты и так далее. На самом деле, сейчас платформа 1155 наиболее выгодная платформа для покупки. И цены довольно-таки приемлемые сейчас на такие комплектующие. Особенно, если вы не покупаете весь компьютер. А просто делаете какой-то апгрейд. То есть, меняете только материнку, например, и процессор, и оперативную память, например. Либо, если у вас уже есть DDR3 память, то тогда вам только процессор нужно купить и материнку. Вот такие вот, как говорится, дела. Процессоры с индексом K, которые разблокированы множителем, продаются. Они немножко дороже. Зато там можно разгонять оперативную память и повышать тактовую частоту процессора. Вот таким вот образом. Процессоры без K эту вещь делать не позволяют. Также в архитектуре 1155, там непосредственно в процессоре уже произошли изменения от разъема 1156. Контроллер памяти стал более эффективным. Ну, это штука, которая отвечает за работу оперативной памяти. Мелкие, кое-какие моменты по оптимизации работы. Отдельный блок выделен в процессоре для работы и кодирования воспроизведения видео. То есть, это снижает загрузку на процессор. Ну и, как я и говорил, если вы не хотите использовать какие-то внешние видеокарты, то это также отличный вариант. Видео будет встроено в ваш процессор. Разумеется, там каких-то супер-мега-игр вы запускать не сможете. Но выполнять офисные такие какие-то операции, простенькие какие-то 3D-фишки, например, в фотошопе там что-то делать, вполне сможете при минимальном энергопотреблении. На этом я данное видео завершаю. Подписывайтесь на мою рассылку, заходите на мой сайт mstream.ru и получайте еще больше уроков по компьютерной грамотности, а также обзоров различных устройств. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok